Всем привет, это FreeStudio21.com Перед нами очередная порция непереводимых выражений Идиом, как хотите, называйте И приступаем At the drop of a hat Немедленно Значит, на бросок шляпы, если дословно Ерунда полная Но это очень частое выражение И его можно переводить в мгновение ока В мгновение ока Вот так вот, ну, мгновенно Иногда у меня получается подобрать похожие выражения в русском Но, к сожалению, не всегда Далее Невероятно часто встречающиеся выражения From scratch Бесконечно часто будете вы его встречать с нуля Можно это переводить как с нуля С самого начала Начиная, в общем, так сказать Ну, с чистого листа Вот так вот еще можно С чистого листа Как хотите С чистого листа Например, может быть такое Я хочу выражение привести Мне не терпится его How, допустим To create To create A Там, не знаю, что Сайт, допустим Так, свет такой Неудобный Сайт From scratch Как создать сайт с нуля Вот что-то в этом роде Далее In the limelight Бесподобное выражение тоже Значит, у нас Ну, можно как его перевести В центре внимания В центре В центре внимания Если дословно Во свете рампы Вот так вот Потому что limelight Это прожектор, который освещает Рампу, сцену и все такое В центре внимания In the limelight Или во свете рампы Так, немножко высокопарно Но зато красиво Во свете Рампы Или под суфитом Ну, что-то в этом духе Но имейте в виду Что речь идет не о театре А о жизни И здесь у нас He is in the limelight now Или, допустим Может быть такое The president is in the limelight now Там все внимание сейчас на президента Или этот человек Там в центре всеобщего внимания Или к нему приковано внимание Там общественности Ну, все такое Далее идем In a tight squeeze Значит, у нас есть подобное выражение Очень, кстати, похоже В стесненных обстоятельствах Но речь идет здесь Обратите внимание в английском языке Финансовые трудности В стесненном В стесненном финансовом положении В финансовом положении То есть, это все остальное Может быть и прекрасно Но вот с финансами проблема В стесненном финансовом положении Далее On the doll Вот это очень интересное тоже выражение Насколько мне известно Я не уверена Сразу же вам говорю Но насколько мне известно Это американизм Это жить на велфер Жить на пособие Значит, живущий Живущий На соцвыплаты На пособие По безработице По инвалидности По старости Ну, я не знаю еще По чем там еще пособие может быть Живущий на пособие Значит, ага Вот на госпомощь Receiving money from the state Unemployed And receiving money from the state Живущий на пособие По безработице Вот так вот допишем Хотя, вообще-то говоря Это не обязательно Государственное пособие получать Это человек, который может жить На какую-то милостыню На какие-то пожертвования Там от благотворителей Что-то в этом роде По безработице Значит, дело в том, что Откуда вообще Я хочу уточнить Откуда вообще ноги растут У этого выражения Слово Dole Dole в английском языке Это милостыня Милостыня То есть, это живущий На милостыню По большому счету Пожертвование Благотворительное Это не обязательно деньги Это может быть там одежда Продукты Такое вот что-то В благотворительную организацию Принесли И людям потом там раздали Поэтому Живущий На пособие He is on the doll He is the person living on the doll Он человек, живущий На пособие По безработице А теперь переходим К упражнению Посмотрим, что у нас здесь есть Ага, здесь в первом Уже подумали Извини, не могу тебе денег одолжить Я и сам сейчас В общем, на миле Или в стесненных обстоятельствах Кстати, у этого выражения есть и синоним Если вам лень выговаривать вот это все дело Вы можете сказать I am broke I am broke Это почти то же самое Но дело в том, что I am broke Это больше такое informal Informal Это совсем неформально Значит, если вы хотите сказать красиво Или если вы хотите сказать литературно То in a tight squeeze Просто великолепное выражение Далее Ted loved being Чего-то там After he won He did selling competition Ага, ясно Ted любил быть в центре внимания Когда После того, как выиграл Какой-то Победил в каком-то там Конкурсе талантов Да Победил в конкурсе талантов Итак Что у нас есть? У нас было это выражение Вот оно In the limelight И мы его переписываем In the limelight Loved being in the limelight Вот таким образом Едем дальше Frank threw the piece of paper in the bin And started writing the letter again From scratch, очевидно Frank бросил кусок бумажки В мусорник В корзинку И начал писать письмо Заново Опять Значит здесь From scratch Можно не сомневаться С чистого листа Вот как раз то О чем идет речь С чистого листа Можно сказать Что взял чистый лист Начал заново писать Так From scratch Я его правильно хоть написала? Да Я его правильно написала Едем дальше If you asked Colin to help you Tight squeeze у нас есть Осталось on the doll И at the drop of a hat Да, скорее всего At the drop of a hat Потому что Ну, on the doll Как-то абсолютно не в тему Значит In At the drop At the drop Of the hat Вот так вот Правильно все Почти правильно Of a hat Кстати, друзья мои Артикли в идиомах Это очень важная штука Не думайте, что если там стоит Зе Подумаешь, я Э поставлю Ничего страшного Нет, нет, нет Это очень важно Потому что в идиомах Важен не только порядок слов Важны не только слова Их написание точное Следите внимательно Если вы не уверены Лучше не употреблять Лучше вообще Поставьте что-нибудь другое Потому что Ну, не поставите артикль Будет вообще непонятно что Значит Если бы ты попросил Колина Помочь тебе Я уверена, что он бы Сразу бы Пришел к тебе на помощь Или помог бы тебе сразу же Далее Bob has been Чего-то там Since he lost his job At the factory Ага, ясно Боб живет на пособии С того времени Как потерял работу На фабрике Has been On И дальше Что у нас здесь? Правильно On the doll У нас одно выражение осталось On the doll Вот оно Том живет на пособии С тех пор Как потерял работу На фабрике Или Жил на пособии Ну, это present perfect По идее Здесь должен переводиться Прошедшим временем Ну Я перевела Настоящим Боб жил на пособии Вот такая вот картина Ну, что на это скажешь? Какие из них наиболее употребляемые? Наиболее часто встречаемый From scratch Он вне конкуренции Это самый-самый, наверное, ходовой Из всех этих Далее Вы встретите In the limelight Ну, это чисто газетное, может быть, выражение Оно не так часто встречается In the tight squeeze Встречается, но тоже не особо часто On the doll Да, встречается Могу сказать, что встречается Лично встречала Поэтому говорю, что знаю At the drop of a head Честно говоря, встречала только в художественной литературе Ну, что сказать Я не уверена, что оно так уж часто встречается в разговорном языке Лично никогда не слышала Поэтому ничего не могу на этот счёт вам сказать Как бы это ни было Повторюсь в пятисотый раз Коллекционируйте phrasal verbs Коллекционируйте idioms Обязательно выписывайте Желательно с синонимами Желательно с примерами Чтобы вы знали, как его употреблять И с комментариями Типа того, что формально-неформально Официально-неофициально Разговорно-вульгарно И так далее, и так далее, и так далее Потому что это важно Есть ситуации, когда можно идиому вернуть А иногда есть ситуации, когда лучше этого вообще не делать И будет тогда вам счастье Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!